Эй, друг! Чего киснешь? Эй, чего не работаешь? Я просто задумался о 2014-м годе. Год возвышенных подъемов и громких падений. И моего тюремного срока. Не то чтобы год был плохой, я не злюсь. Я просто разочарован. Мне так моя мама говорила. Вроде когда застукала тебя с бутылкой? Да нет же. Вообще каждое утро. Вместо завтрака. Ого. Кстати, это мне напомнило некоторые игры 2014-го года. И чем же мое детство напомнило тебе видеоигры? Давай я тебе все объясню. Ровно за 120 секунд. Общее шоу длится дольше, чем две минуты. Так вот. Стою я, значит, с голым задом в тюрьме. Запускайте интро. Пожалуйста. Даже если проигнорировать абсурдные и забавные глюки с лицами на ПК, это было смешно. Да, игнорим их. Assassin's Creed Unity был неким разочарованием для меня. Конечно, там был прекрасный Париж. Великолепная архитектура, в основном объятая огнем. Но вся эта красота была омрачена ужасной производительностью. Каждый раз, когда собиралась огромная толпа или был действительно важный момент в игре, фреймрейт просто ужасно падал. А уж после того, как мне дали в руки саблю и право громить чужие корабли на морских просторах, мне не очень-то хотелось возвращаться в тесный город. В море я ощущал себя львом-прерий. А потом меня поймали. Зачем же было отпускать льва? Да, он съел мою одежду. И все закончилось тюрьмой. Но давайте остановимся на этом. Те же чувства я испытал в Destiny. Не поймите меня неправильно. Destiny чудесная игра, а производительность на уровне. Но, боже мой, пройдя одни и те же локации бесконечное количество раз, чтобы какой-то летающий железяк отсканировал неведомую штуку, в конце концов это осточертело. Без друзей геймплей постный, как цыганский щи. Даже не пробуйте его. Похожая судьба ожидала всеми любимого вора, чья судьба переходила из рук в руки, как портовая шлюха, и в конце вышла жутко скучной и невдохновляющей. Выглядит она хорошо, и оружие могло доставить. Но на кой пытаться изобрести то, что два года назад мы видели в Дисхоннорд? И в лучшем исполнении. NHL 2015 покорила новые высоты разочарования. Последняя игра не попала в лодку Некстгена. Только в этом году разработчики смогли для новой консоли. За все это время игра растеряла парочку режимов, которыми так манила нас NHL 2013. Конечно же, она может дать фору в графическом плане, но в этой игре слишком мало игры. Ты сказал «трейн»? Да нет же, я сказал «потому что я виню хайп-трейн в разочаровании от Watch Dogs». Хотя Чикаго выглядит круто, да и игра крепкий среднячок, но нам обещали целый мир на кончике пальца. Но то, что мы получили, больше смахивает на дворовой гоночный симулятор. Там было пару миссис по стрелушками, но урок, который нам преподала эта игра, это не ожидать от игры многого. В общем, это нечестно. Я виню свой собственный хайп-трейн в разочаровании, который я ощутил от Elder Scrolls Online. Я вот, к примеру, обожаю Скайрим. Никогда о нем не слышал. Но в онлайн-версии было недостаточно Элдерскролл-ности, чтобы походить на Скайрим, и недостаточно ММО-РПГ-шности, чтобы стать чем-то вроде Варкрафт. В игре можно было попытаться найти парочку интересных мест, кое-как поковырять в ПВП, но ничего из этого не утолило бы бездонную чашу моей жажды РПГ. И оседлали того льва. И мы пересекли границу к желанной свободе. Вообще-то это из новеллы «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как ты смеешь перечить королю? В любом случае, это все на сегодня. Да и на 2014 год. Переведено и озвучено командой X-Delay. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter и паблик ВКонтакте.